Ученый рассказал, почему человечество не может избавиться от тараканов. Ученый рассказал, почему человечество не может избавиться от тараканов. 16.44 РИА-НОВОСТИ Яков Андреев Тараканы РИА-НОВОСТИ Яков Андреев Тараканы Архивное фото Москва, 31 июля РИА-НОВОСТИ Человечество не в силах избавиться от тараканов, потому что гены этих насекомых помнят слишком много ядов, сообщил РИА-НОВОСТИ пресс-секретарь зоологического музея МГУ Ильи Гомранов. Ранее сообщалось, что на улицах Сочи появились американские тараканы, длина тела которых достигает 5 сантиметров. Вчера, 16-18. Эксперт не увидел ничего необычного в появлении в Сочи гигантских тараканов. Уничтожить тараканов мы точно не способны, да и вряд ли это нужно делать все-таки они являются одним из элементов экосистемы города, так же как и голуби с крысами. Мы можем снизить численность тараканов, соблюдая санитарные нормы как в местах общего пользования, подъезды, помойки и тому подобное, так и в собственных квартирах, сказал ученый. Гомранов напомнил, что в 80-е годы века появились инсектициды на основе вкусной для тараканов глюкозы с примесью ядов. Однако, спустя 10-15 лет многие тараканы перестали есть отраву и сделали ее применение бесполезным. Тараканы появились на Земле около 235 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканиево рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых, уточнил собеседник агентства. 11 февраля, 8 часов. Мерзкие, но полезные. Как тараканы уточнили датировку ледникового периода. Он пояснил, что длина ДНК тараканов занимает второе место по длине среди насекомых, уступая только ДНК перелетной саранчи, и превышает длину человеческой ДНК. Однако важна не столько длина, сколько большое количество смысловых участников ДНК, то есть собственно генов, их у тараканов оказалось свыше 10 тысяч, около 150 из них отвечают за обоняние, более 500 за распознавание вкусов. В анализе химических веществ, вероятно, задействованы и сотни других генов, сказал ученый. По словам Гомы Ранова, накопленный эволюционный опыт помогает тараканам распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от ядовитых. Кроме того, чтобы адаптироваться к отраве, тараканам не надо эволюционировать, достаточно активировать старые гены. В организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, служащих противоядием для разных отрав, добавил собеседник агентства. 28 июля, 2.19 кузнечики оккупировали Лазвийгаз.